Геннадий Гудков уходит на прямую связь с Грэмом. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, Аня, я вас приветствую. Приветствую всех-всех зрителей вашего канала. Вот начать хотела я с заголовка, на который я обратила внимание. Хотела бы, чтобы вы это либо подтвердили, либо опровергли, потому что кликбейт никто не отменял. Но я прочитала на одном из каналов, где вы давали интервью, что вы говорите о том, что Путин готовится покинуть Россию. Действительно ли вы так считаете? Есть ли у вас такая информация? Или же это какие-то вбросы? Нет, это не вбросы. Это просто так, как сейчас средств массовой информации и каналов много стало, журналисты ищут какие-то броские названия. Конечно, Путину некуда покидать Россию, если, может быть, речь шла о том, что он готовится куда-то полететь. Это другой вопрос. Нет, я думаю, что это просто дефекта названия. Я видел этот эфир, я обратил внимание на странные названия, но, как говорится, журналисты сами дают название своим эфирам. А я говорю то, что я думаю, конечно, Путин говорит, куда ему, куда он может уехать из России. Он даже в Северную Корею, я не уверен, что его там примут. Китай, если, допустим, там, предположим, он будет искать и убегать из страны, я думаю, что Китай его, ну, какое-то время поддержит, он скажет, Путин Владимирович, ты давай как-то найди еще куда-то там, давай к брату Ину туда езжай или еще куда-то. Я не понимаю, если что-то случится. Конечно, ему бежать не надо. Нет, нет, нет. Он не готовится покидать Россию. Я не знаю, зачем тут поставили журналисты такое название. Вы просто не посмотрели эфир, а название действительно такое есть. Ну, вот для наших зрителей тоже, чтобы пояснить, вдруг кто-то увидит этот заголовок, потому что уже писали и в чате тоже, что вот Гудков так говорит, поэтому решила с самого начала у вас уточнить, может быть, у вас какая-то информация. Я думаю, что авторы этого эфира, они дали броское название, чтобы вот люди могли послушать заодно и всю ту информацию, которую мы там действительно проговаривали. Мы, по-моему, там мы говорили о его визитах зарубежных. Ну, у него зарубежных визитов пока не планируется, вероятно, но зато Эрдоган приезжает к Владимиру Путину в Сочи. Ну, вроде вот Китай, Китай еще он там типа прорабатывает будет, не будет этот визит. Приезжает Эрдоган, да. Насколько это значимо для Владимира Путина сейчас, принимать у себя такого гостя, как Эрдоган, который рукопожатный, в том числе и с Владимиром Зеленским? Я думаю, что Путин не смог избежать этой встречи. Вот я бы сказал так, что Путин не хотел этой встречи особо сильно. Большого желания не было. Да, с Эрдоганом ему есть о чем поговорить, очень много тем. И большое значение сейчас имеет Турция для путинского режима, для страны, для товарного обеспечения, для обхода санкций, потому что там Турция превратилась в такой логистический хаб, где идут огромное количество массы товаров, различных, в том числе попытка протащить через Турцию, через третьи страны подсанкционные товары. Вот. И Сирии, там масса вопросов, которые он мог обсудить. С Эрдоганом он не хочет, он понимает, что Эрдоган приедет, додавливает его по зерновой сделке и по каким-то другим вопросам. А додавить он может. И Путина тоже понимает, потому что зависимость российского режима сейчас от Турции очень серьезная, большая. Это и пролет в Сирию, это и движение транспорта через Босфор д'Арданелло, это и поставки определенного типа вооружения Турции в Украине, это и влияние Турции на Закавказье, и много-много других вопросов, которые он должен, по идее, обсуждать с Турцией. Это ближайший сосед России, серьезное, большое, почти 100 миллионное, ну там, 80-миллионное, 90-миллионное государство, серьезное, с амбициями геополитическими, которым, конечно, Путина должен вести диалог, но он понимает, что его приедут додавливать. Он специально не поехал туда, в Стамбул, или в Анкару, чтобы, ну, как бы, так сказать, приедешь, еще сам покажешь, что ты приехал, и тебя еще начнут давить тут по всем этим вопросам. Я арестую, например. Да я не думаю, что его там могли бы арестовать, ну, в любом случае, могли бы сбить. Все-таки это страна НАТО. Наверное, какой-то риск был там гипотетический. Вот, поэтому я думаю, что там масса было вопросов не поехать туда, но, может быть, они прикрывались вопросами безопасности, а на самом деле он просто не хотел, чтобы его в Турции додавили. Но Эрдоган, не из тех ребят, которые останавливаются на полпути, вернее, он решил додавить Путина уже в Сочи. Причем там конспирологи вокруг Кремля утверждают, что поставили условие, чтобы там никаких двойников не было на встрече, чтобы был сам Путин. Но думаю, что так оно там и будет. Вот, поэтому беседа для него будет не очень приятной для Путина, но полезной, но полезной. Вот это моё мнение. Я могу что-то там не знать, где-то что-то там недооценивать, какие-то факты. На мой взгляд, беседа будет для него не очень приятной, будет на него оказан элемент психологического серьезного давления, но она ему всё равно полезна, потому что у него больше никого не осталось, с кем он вообще может разговаривать. Ну а на ваш взгляд, в случае кончины Владимира Путина, так или иначе, всё-таки срок человека ограничен, и он может всё-таки умереть, хотя, возможно, сам и не думает об этом. Но вот на этот случай двойники, они готовы продолжать от лица Путина? И те люди, которые заинтересованы в этом продолжении, они этих двойников готовят? Как вам кажется? Точно рисково. На самом деле, потому что в один момент это всё может очень кончиться, и взорваться может ситуация. А как вы предлагаете? Я боюсь, что нет. Вернее, не боюсь, а думаю, что нет. Потому что всё это слишком сверхсложно. Конечно, гипотетически мы можем предложить, что человек, похожий на Путина, от имени окружения, которое эту тайну знает, будет управлять страной какое-то ещё время. Их устами. Но потом его какого-то своё же окружение собственное издадут, этот обман. Вот я в это не очень верю, но я знаю другое. Что Путина не только не думает, что он умрёт, а он рассчитывает на то, что успехи медицины и прочее-прочее позволят им править неограниченно долгое время. Вот это он точно думает. И в этом его заблуждение поддержит, как мне сказали, члены семьи его. Поэтому он не собирается помирать. Так что наша надежда на то, что он сам добровольно помрёт или оставит этот пост, пока, к сожалению, ничем реальным не подтверждается. Как говорится, объективным показанием прибора это не подтверждается. Вообще там даже у него были идеи, что может быть, он доживёт до того момента, когда вот эти нейросети, цифровая технология настолько продвинут, что его личность выдающаяся личность Мессии, которая после неспослана Господом Богом России, будет оцифрована и позволит ему в ином качестве управлять страной после своей биологической кончины. У него даже эти мысли были в голове. Так что человек вышел из адеквата уже давно. Но чем это всё кончится, мы с вами скоро узнаем. Значит, члены его семьи не находятся в страхе кончины Владимира Путина, а действительно верят в его такое бесконечное продолжение и пока чувствуют себя спокойно. Ну, я не могу сказать сейчас ситуацию, а допустим, на тот же на май месяц, когда мы получили данные о том, что Путин отмечал 40-летик Абаевой, и они там три дня путешествовали на яхте, где-то там, с группой наиболее приближенных к нему лиц. Но, судя по всему, да, он не собирается умирать, и все на семье себя спокойно чувствуют, и, как бы так сказать, панических настроений нет. По крайней мере, из того, что мне кажется. Опять-таки, я ведь не присутствую на совещании в Кремле, не общаюсь лично с Путином сейчас, давно уже очень. Вот. Поэтому мне трудно сейчас сказать, какие настроения в семье. Но я так полагаю, что на май месяц, на середину мая каких-то панических настроений не было. Что касается... Истерика присутствует. Истерика присутствует. Она присутствует, потому что все все-таки понимают объективный ход событий, неизбежность расплаты и так далее, и тому подобное. Но она всячески подавляется браурными заявлениями, уверенностью, надеждой на всякие чудеса, надеждой на неустойчивость коалиции, надеждой на американских, на американские какие-то выборы, припяти и так далее. Там много всяких надежд питает Путина и в окружении. И он поддерживает в них уверенность в этом. Но я думаю, что объективно не понимает, что делает из-за развязки. Как раз Абазгалямов, политолог, который сейчас выступает тоже на разных каналах, в том числе и у нас, он предположил, он, кстати, был спичрайтером Путина какое-то время, но давно, и он предположил, что, в принципе, разговоры о смерти в Кремле, они могут проходить только в таком ключе, что Путин говорит, слушайте, да, ребят, давайте подумаем, что будет, когда я умру. И это проверка для его окружения, потому что каждый должен сказать, что вы будете вечно жить, давайте не будем даже такое говорить и суеверия, чтобы не привлечь нас. Да, 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 именно так. Конечно, конечно. Потому что проверка на вшивость, а кто сейчас дернется? А все уже опытные, хитрые, мудрые говорят, не, не, вот, ты навсегда с нами. У нас даже и мысли там, да нет, мы даже вообще не мысли у себя без тебя. Ты уж давай нами там роли до конца. Да, я думаю, что примерно так. Но он сейчас все больше сомневается в своем окружении? Знаете, как в «Осени патриарха» мучительно сомневался в каждом. Он всегда, да, я помню, я прочитал «Осень патриарха», меня потрясла эта книга, потому что ее надо читать во взрослом возрасте. Вот, он всегда опасался и сомневался, опасался своего окружения, в нем всегда сомневался, всегда. И это его свойство личности и натуры. Поэтому я думаю, что сейчас эти страхи усилились. Сейчас маниакальность, подозрительность, она, думаю, что сейчас зашкаливает в Кремле, в правительстве везде. Везде. В «Осени патриарха» там как раз было показано это одиночество. После того, как то, что случилось там с его женой и наследником, он, по сути, остался один. И там, если помните, так корова выходила на балкон иногда, и люди так понимали, что патриарх еще жив, вот, видимо, с коровой там общается на балконе условно. Но Путин все-таки не одинок? Или одинок, на ваш взгляд? Я думаю, что, по большому счету, он одинок. Ну, как одинок? То есть, конечно, все заточено на него. И в этом смысле у него есть свои собственные интересы, которые противоречат даже интересам ближайшего круга лета. Ближайшего. В этом смысле. Но это не в том... Это понятно, что это гротеск. Да, осень патриарха. И там и генерала подали на ужин. Вы же помните, там, да? Да, его съели. Да, его... Ну, типа, вели... Придворным было велено его съесть любимого генерала. Я не знаю, там, будьте Шойгу подан в яблоках на ужин. В генеральском мундире. Или там, вернее, по-моему, мундир был сделан из каких-то этих продуктов питания. Вот. Ну, короче говоря, я думаю, что все равно вот есть какой-то круг лиц, который считает, что они мосты с собой сожгли. Или Путина считает, что они сожгли за собой мосты, и они будут с ним до конца. И есть мнение в придворных кругах, что вот есть какой-то некий круг, который пойдет с Путиным до конца, потому что у него другого выхода нет. Насколько это будет долго длиться, будет зависеть от ситуации на фронте. вот мы с вами должны четко понимать, что есть конспирологии, есть слухи, есть мысли, есть какие-то... А есть факты, есть реальные обстоятельства. Это называется война и положение дела на фронте. Там от этого будет зависеть многое, очень многое, в настроениях даже самых ближайших сподвижников, или, я бы сказал, сообщников криминального режима Путина. Если говорить о режиме, вот сейчас было заявление Стрелкова о том, что он собирается в президенты баллотироваться. Вообще, вот те самые ультрапатриоты, от которых, судя по всему, решил избавиться режим, они сейчас представляют какую-то угрозу Владимиру Путину, поскольку даже среди сторонников Стрелкова это восприняли не очень позитивно, его желание выдвигаться. Ну, по крайней мере, его анонс такой. Стрелков, понятно, он пытается спасти свою судьбу, свою жизнь, свое здоровье, там, и так далее. Понятно, что нет хорошей жизни делать эти заявления. Он же понимает, что без этого внимания с ним могут по-другому общаться. А тут все-таки он заявил о президентских амбициях. Тут мы его так понимаем. Теперь про турбопатриоты, так называемых, да, они пока не организованы. У них пока нет структуры, у них пока нет как бы знамени. От Пригожина мог быть этим знамением, но не Геркл. Геркл из Рыжкова мог быть неким рупором, но не более того. А у Пригожина была сила. Сейчас, в общем-то, я думаю, что турбопатриоты примерно находятся на общем положении, когда у них нет никаких привилегий в этом режиме. Их точно так же сейчас будут плющить и колбасить, и преследовать, и сажать, и пытать, точно так же, как и всех остальных. То есть, они потеряли вот этот такой ореол опоры Путина. У Путина сейчас опора только одна. Силовые структуры. Жандармы, полицаи и так далее. Ну и те, кто получает с этого деньги. Там на самом деле сегодня огромное количество новых чиновников, новых путинских бизнесменов получают большие деньги за счет распила вот этого оборонного бюджета, военного бюджета. Появляются новые группы лиц, новые кланы, новые финансовые потоки. И там тоже обостряется борьба за это. То есть, люди тупо пилят бабло. Не обращая внимания на все остальное. Поэтому, вот я думаю, что сейчас роль турбопатриота сейчас, в данный момент, невысока, но она может резко вырасти, опять-таки, когда в обществе начнутся упаднические пораженческие настроения. Мы же говорили, мы предупреждали, что Путин окружился предателями и их поддерживает героев войны, так сказать. Вот и для этих турбопатриотов там пригожные и все прочее. Не мерзавцы, не преступники, герои. Вот они скажут, что вот эти герои Путин не поддерживает, а он поддерживает предателей. Вот тогда это будет фактором. А сейчас пока это просто разговоры на кухне. Ну, а насколько власти важно, чтобы разговоры на кухне, они были нетревожными? Недавний пост Тины Канделаки, где она пишет о том, как похорошила Москва при Собянине и выкладывает фотографии какого-то очередного парка, который они открыли в Москве, ну и там, и так далее. Это все происходит в контексте регулярных атак беспилотников на Москву, на Подмосковье, Москоу-Сити, выставочный центр, там, то, что было в Обскове, мы знаем. Ну ладно, если говорим о Москве и о том, как Москва похорошела при Собянине, все-таки это умышленная такая методичка, попытка сделать градус ниже и вообще не упоминать просто о тех проблемах, которых касается в том числе и москвичей и тех, кто живет в Подмосковье. Ну, это официальная, так сказать, даже не позиция, а официальная доктрина, противоречит которой, как говорится, себе дороже и очень опасно. То есть, ничего не происходит. Какая официальная позиция кремлевской пропаганды? Ничего не происходит. Все идет по плану. Война, это где-то там далеко, мы ее додавим. Запада терпения не хватит, Украина не справится, все идет нормально. У вас в магазинах товары есть, есть, трамваи ходят, ходят, парикмахерские работают, значит, вокзалы, поезда открыты, открыты, пользуйтесь, живите. Мы вас не трогаем, и вы там, но никаких разговоров о войне, никаких, так сказать, никакого платья воя, о рыдании, войны нет. Кто будет поднимать эту тему, будет наказан жесточайшим образом. Вот примерно сейчас такая ситуация, она как бы доминирует вот в целом, вот такая концепция, а дальше она уж там развивается пропагандой, пропаганда должна сеять ложь, раздра и так далее. Вы знаете, чем занимается под пропагандой, украинец пропускает этот момент. Она, пропаганда сейчас работает на то, чтобы вот все русские, ну, россияне, русские, хороши только тогда, когда они мертвы. И вот это вот вбрасывается к Кремлям очень активно. Вбрасывается для того, чтобы вызвать вынужденную консолидацию определенной части населения вокруг действующей власти. Это момент, который украинцы упустили, на мой взгляд. Поддавшись вот этим эмоциям, поддавшись в настроении многих людей, Путин это, его пропаганда почувствовал, начала это делать, там, боты, тролли и так далее, и начали разжигать эту тему, и у них есть в этом направлении совершенно очевидные успехи. Они выбивают из, как бы, так сказать, из пассивного протеста десятки миллионов людей, которые говорят, ну, там, если мы все одинаковые, что хороший русский, мертвый русский, ну, что мы можем это делать. То есть вот этот момент, он очень, на самом деле, негативный, он Украине мешает, в первую очередь, а Путина помогает. Вот они это им сейчас тоже занимаются. Вот доктрина, в том числе на разжигание уже межнациональный, в чистом виде этого слова вражды. Над этим сейчас активнейшим образом работает Кремль и выбрасывает очень приличные бабки. Очень приличные бабки. В том числе Европы. Говорить о контрпропаганде и, опять же, о Европе. Стримы с Марком Фейгином и Алексеем Арестовичем, они поставлены на паузу, на длительную и, вероятно, вообще прекратят свое существование, судя по тому, как пока настроены оба. Насколько это был важный такой информационный ресурс, который противостоял пропаганде, который мог как-то объяснить какие-то вещи для тех же россиян. Все-таки на русском языке все было. Ну, мне искренне жаль, конечно, что этот дуэт распался временно или не временно. я понимаю, Марк Фейган, он не хочет вмешиваться во внутроукраинскую политику. Он не считает это возможным для себя. То есть, вот, давать объективную информацию, анализировать ситуацию на фронте и так далее и тому подобное, это он считает приемлемо, возможным. Но, вот, быть каким-то инструментом, каким-то механизмом, который дает оценки тем или иным действием внутри украинской тематики, он не считает это возможным. И я так полагаю, что когда Алексей Арестович проявил какую-то более жесткую политическую позицию, на которой пришла там в какую-то определенную противоречие с официальным, если так можно выразиться, Киевом, то возникла вот эта проблема объективная. То есть, Марк не хочет быть, как бы, так сказать, судьей украинской политики, украинских решений, мнений, настроений. То есть, он говорит, я описываю, я даю вот то, что есть. А какие они там принимают решения, кто там их больше прав, какие, так сказать, и так далее. Я не вправе судить. Ну, мне его позиция, вот она в этом плане известна. Я очень надеюсь, что у них все-таки добременная пауза. Но мне искренне жаль, что этот дуэт сейчас не выходит каждый день на экраны телевизоров. Действительно, у них была большая аудитория, благодарные слушатели. И я считаю, что для нас с вами это какая-то определенная потеря. Но она произошла по-объективным, к сожалению, по-объективным, но объективно-субъективным обстоятельствам. Вопрос от Олега. У многих спрашиваю, но никто не отвечает. Может быть, Геннадий знает, где сейчас находится следователь Зыков, который вел уголовное дело 20-й трест, по которому проходили Собчак и Путин. Жив ли он? И знаете ли вы что-то об этом персонаже? Нет, ничего не знаю. Где он жив? Не знаю. Не в курсе совершенно. Даже следователь Зыкова уже забыл. Я про него уже даже забыл. Про Козака спрашивают. Вообще, Дмитрий Козак все-таки это тот персонаж, который пропал из информационного пространства совершенно. Что вы думаете вообще о нем? Где он может находиться? Да он также находится в этой же обойме, но он не ведет активную какую-то публичную деятельность. То есть, он просто сейчас немножечко так вот ушел в тину, если можно, на второй третий план. я про него там разные отзывы услышал про Дмитрия Николаевича. Нет смысла их сейчас повторить, потому что это все предположения и домыслы. Вот. Но я так полагаю, что он сейчас умышленно отошел на второй план. Не хочет быть каким-то активным актором этих всех событий. Может быть. Лана спрашивает у вас отношение Геннадия Гудкова к информационной деятельности Валерия Соловья, который уже несколько лет говорит о том, что все-таки кончина Путина неизбежна. Что скажете о нем? И... Да, тут долгий вопрос, но в целом понятно. Кончины каждого неизбежны, к сожалению. Тут мы с вами должны пока, еще с учетом несовершенства нашей науки, техники и прочее, смирить каждый человек смертен. Поэтому он начинает просто личный контакт, он не симпатичен и он дарит людям надежду. Даже если он в чем-то ошибается, он дарит людям надежду. Поэтому его слушают. Знаете, очень важно людям в этой ситуации подавленности, безысходности, кажущейся безысходности дарить надежду. Мне кажется, Валерий Дмитрий выполняет очень важную психо, такую психологическую функцию, что все-таки когда-нибудь его прогнозы сбудутся. Когда-нибудь они точно сбудутся. Но вот даже само ожидание, оно все-таки в людей вселяет надежду. Поэтому я отношусь к его работе положительно, поскольку он все равно вызывает какие-то брожения. Если у людей какие-то ощущения надежды и успокоенности, то в элитах он все равно его выступление, его заявление все равно слушает, читает. Верит, не верит, слушает и читает. А раз слушает, читает, значит, чего-то ждут. Значит, какие-то брожения умов идут в результате его выступления и передачи. В этом смысле можно просить ему некоторые неточности его прогнозов тем, что он все равно несет позитивный импульс. Я бы так сказал, позитивный импульс и для людей, и для тех элит, от которых сейчас, к сожалению, сейчас зависит большая ситуация, нежели от народных масс. Насколько надежду дают те люди, которые остаются в России при всей своей антивоенной позиции, вот такие, как Дмитрий Муратов, например, он был у нас в студии, Нобелевский лауреат, еще до объявления его иностранным агентом, и все же, несмотря на то, что думали, что это может не случиться, и что Муратова не тронут, все-таки объявили его тоже иностранным агентом. Да, да, но мы давно пришли к выводу, что у них уже нет никаких тормозов. У Кремля, вот этой хунты правящей, у них нет никаких тормозов, а их уже не все это началось, когда Бориса Немцова посадили на 15 суток. Вот Борис Немцов тогда, этот марш был 31 числа, вот это был прям такой эпохальный сдвиг кремлевского ощущения, кремлевские ощущения. Они все-таки не решались трогать депутатов, там, бывших вице-премьеров, там, министров и так далее. А вот когда они первый раз его посадили, и оказалось, что, ну, типа, ну, да. И вот с того момента они все время расширяют свои репрессии в отношении тех лиц, которых, в общем, по большому счету трогать нельзя. Но сейчас у них вообще нет никаких ограничений. Вот это надо всем понять, что сейчас эти люди не связаны никакими ни моральными, ни нравственными, ни этическими нормами, ни общепринятыми мировыми, никакими традициями. Это люди совершенно отмороженные. Это люди без совершенно каких-то правил и понятий в голове. Это почему я все время сравниваю питерскую, почему я все время сравниваю путинский режим с питерской шпаной, ну, не обязательно питерской, она шпана везде одинаковая, которая дорвалась до власти. Потому что шпана, она, это неорганизованные группы преступные. Мне в 90-е там довелось эти пройти, самому все это видеть. И я видел и руководителей преступного мира в различных конфликтных ситуациях и видел вот эти группы шпаны. Я хочу сказать, что путинское правление направление шпаны, дорвавшиеся до власти в огромной стране с ядерным оружием. Вот их психология, вот даже то, что они Муратова объявили иностранным агентом, и ему там угрожают какие-то определенные последствия, это говорит о том, что это шпана. Они не уважают ни нобельских лауреатов, ни вообще всю систему, так сказать, там, нобилити в мире. Они английскую королеву готовы арестовать и обвинить ее шпионажем. Ну, я имел теперь уже принц Чарльз, бывший, теперь король, да, принц, сколько, Карл, Карл IV, Карл III? Карл III, да. Я когда-то встречался с принцем Чарльзом, когда он был принцем. и как он вам. А, знаете, очень обаятельный человек с огромным опытом общения с людьми. Вот это прямо-то от него, этот опыт прямо от него исходил. Это было видно. Это был прием в какой-нибудь дворец вот этот кирпичный, господи. Не весь Минстерский, нет, как бы этот, сейчас вспомню. И вот там же очень много было гостей, и вот с каждым там они... И вот это было видно, как он перестраивался под человека, моментально чувствует собеседника. Он провел хорошее впечатление. Мы с ним наверное разговаривали минут там ну немного, 5-7 может быть. Но я тогда заинтересовал ситуацию с Россией, все-таки там российских гостей практически не было, я по-моему был один, несколько человек у нас было. Он как-то так подольше с нами пообщался. Но это мимолетное общение с рыночным королем Великобритании. Вот. Поэтому они и короля арестуют. У них нет правил, нет витрил никаких, нет ничего. Вот то, что они объявили Муратова иностранным агентом, то, что они там сажали, значит, расследуют дело в отношении Лейки Джаковой. Сколько Лейки Джаковой лет? Ей уже лет. Лейки Джаковой сказала, что это провокаторы все-таки, комментируя историю с Флата. Это не имеет значения, она ничего не совершала. То есть они просто они посягают на народную любовь, они посягают на возраст, на понимаете, по-моему, даже по уголовным преследованиям свыше 70 лет какие-то были раньше ограничения. А эти вообще, я же говорю, что у них вообще никаких моральных этических норм нет. Их ничего не сдерживает. Это самая отвратная власть ну, наверное, после Сталина. Вот после Сталина это самая отвратная власть, которая за всю историю Российской империи, за всю историю Российского государства находилась в Кремле. Вот на мой взгляд. Ну да, Сталин, понятно, непревзойденный по жестокости маразму, геноциду, палач, на совести которого десятки миллионов жертв, я настаиваю на этой цифре. Вот. Понятно, что Ленин там был ничем не лучше со своими этими террорами и уничтожением населения. Но Сталин все-таки превзошел всех. Вот Путин с точки зрения моральной нравственности оставлен второе место после Сталина. По отвратительности, я бы сказал, по степени отвратительности режима, он на втором месте после Сталина. И у них нет никаких правил, и нет совершенно никаких ограничений. Вот о народной любви хочу вас спросить. Иван Ургант сейчас снова появился в информационном пространстве, поскольку больше не является рекламным лицом Альфа-Банка. Теперь им стал рэпер Баста, который остается в России и поддерживает, судя по всему, все то, что делает Владимир Путин. Вот получается, что Ургант один из тех, кого не удалось все-таки переломить властям свою пользу. Как вы считаете? Не он один-то. Кстати говоря, наиболее порядочный и наиболее совестливые и честные деятели российской культуры, они покинули страну. Но он остался ургант, судя по всему, все-таки в России. Ну, значит, его пока не удалось. Мне кажется, что он все-таки выезжал на какое-то время. Ну, могу ошибаться, нет. Но раз не удалось сломить, и хорошо. Вот потому что это сейчас очень сложно оставаться в стране и не быть сломленным. Потому что, тем более, будучи таким публичным, известным человеком. Вот. Так что, мне кажется, я не знаю, Иван Орган в действительной стране. Ну, тогда ему просто пожелание, мужество и сохранение самого себя, чтобы он не прогнулся под этот подлый совершенно режим, который, ну, какой подлый? Преступный. Насквозь преступный режим. Конечно, про Собчак также вас спрашивают. Как раз она сделала пост после объявления Муратова иностранным агентом в поддержку Дмитрия Муратова, и сразу комментарии появились. А почему вас, Ксения, до сих пор иноагентом не объявили? Вот, Ксения Собчак, какую роль сегодня играет, на ваш взгляд? Она не рискнула пойти в серьезную зарубу с власти, но и не слилась с нее. И не только она, но и ее мама, сенатор Нарусова. Она совершила много очень важных, смелых поступков, будучи в своей должности. Просто мы почему-то предпочитаем смелость и мужество других не замечать. Она выступала против очень многих вещей. в том числе против мобилизации. И не только против нее. И против войны. Она осталась в одиночестве в Совете Федерации. Поэтому просто Ксения не пошла в серьезную жесткую зарубу с властью. Да. Не решилась. Но она и не стала ее, не стала ей подносить, как говорится, не стала подносчиком патронов. Она сохраняет свою как доизвестность сеть автономность, самостоятельность. Ну, например, вот когда там были преследованы ее людей, в этот момент они продолжали снимать с Володи Осечкину ГУЛАГу нет фильм, документальный фильм о пытках, о ситуации в российских тюрьмах, тем самым вызывали там истерику в определенных кругах эстэбушментов. Поэтому вот тут надо быть терпимее и объективнее. То, что человек не пошел в зарубу с властью, это не означает, что он слился с этой властью. Я знаю, сейчас там комментарии на саюте, ну, это вот люди, которые на диване, они ничего особо-то еще не сделали. Я все время меня удивлял на какой-нибудь эфир, какой-нибудь молодой человек там, только что вчера кончил школу. А ну-ка, расскажите, что тут вы лично все сделали. У меня такое впечатление, что вылупил цыпленок из-за яйца. Ну, говорю, так, все, отсчитаться передо мной, что вы тут все до меня делали? Ты думаешь, что ты всю жизнь что-то делал, и тут какой-то вот желторотик требует себя для него личного персонального отчета, не читая ни информации, не смотря там какие-то... Ну, то есть, а вы вот все вообще огульно, так сказать, виноваты тем, что я уже родился. Ну, отчитайтесь мне, что вы лично сделали для того, чтобы я родился и увидел бы свет в том виде, в каком я его хочу видеть. Ну, это я понимаю, что, может быть, я там рисковато говорю, но мне такие случаи доводило встречаться. Поэтому я все время говорю так, если мы хотим победить Путина, мы должны опираться на союзников внутри России, в том числе в элитах. Если мы хотим показать, какие мы крутые в белом пальто и непримиримые, так сказать, большевики, которые, так сказать, на большевики хоть власть взяли, которые никогда не придут к власти, а просто будут происходить пеной, злобой, так сказать, и какими-то комментариями, ну, тоже путь. Он, правда, тупиковый, никуда не ведет. Ну, это тоже путь для многих людей. Понимаете, это самоутверждение. А я всех назову земляными червяками. И те. А я вот такой крутой. Да вы все, это, ничтожество. Да вы все, ничтожество. Что, наверное, сейчас пишет товарищ, какой-то написал пост там нормальный, написал про Ходорковского. Говорю, почитайте статью, как Ходорковский написал статью в ответ на, так сказать, передачу Макс Кац, где там Кац был немного резок и горячий. Вот. Он еще спокойный. Я говорю, вот, надо брать. И мне пишет, э, ваш сыночек, и вы, да вы вообще уже не нужны России какой-то. Я посмотрел сейчас его аккаунт. Ну, так, более-менее. Там где-то про кошечек, где-то про собак, где-то немножко отношение к войне, где-то что-то. Вроде там, как бы нормальный человек. Ну, вот, унизив другого, типа, я возвышаю себя. Я теперь становлюсь в какой-то личности. У них он не знает. Ноунейм. Ни биографии, ни истории. Даже ошибок не совершал. Потому что ничего не делал. Но вот он уже готов всех унижать. И я думаю, сейчас таких много. Сейчас после разговора Ксении Собчак появится в нашем канале в комментариях. Ну, можете почистить их потом, чтобы не портить ощущения от канала. Ну, мы, кстати, оставляем все комментарии, если только это не оскорбляет конкретно наших гостей. Но, что касается, кстати... Я с мамой сейчас интересно. Геннадий Владимирович, что касается хейта в отношении вас, во-первых, я зачитаю комментарии от нашей зрительницы или зрителя КС. Спасибо за гость. Очень люблю его душевную, образную, с юмором подачу. Знаю, что он прекрасный, открытый, порядочный человек и политик. Здоровья ему и удачи в борьбе. Но при этом, если говорить не только о меде... Скажут, Бусков запустил своего тролля и тролль такой... Хорошо, ладно, спасибо. Нередко говорят о том, что бывших КГБшников не бывает, знаете. Мы, кстати, об этом говорили... А бывают бывшие врачи, а бывают бывшие работники науки, а бывают бывшие учителя, а кто еще бывший? Инженеры какие-нибудь, конструкторы бывшие бывают? Это все, знаете, из разряда бытовых стереотипов. Ну, хорошо, не бывает дальше. Мы с Марком Фейгином на эту тему говорили. Он как раз тоже озвучил эту мысль. Я удивилась, когда он это сказал, потому что я говорю, а как же вы с Геннадием Гудковым дружите? И Фейгин тогда сказал, ну, Гудков был в КГБ, как я, балерина условно бы, сейчас вышел танцевать на сцене там какого-то театра. Вам действительно было некомфортно вот в этой пачке тогда? А я в эту пачку-то пришел бороться с произволом КПСС. Тогда это была единственная возможность что-то делать, находясь в структуре, которая была защитена от каких-то... Ну, много мне еще удалось сделать, кстати говоря, в этом смысле, когда я в Коломне работал. Много-много. Вот. Поэтому... А потом я работал в контрразведке. И вот вы знаете, я сейчас что хочу сказать. Вот это вот сплошная иллюстрация. Это не я вам говорю. Сплошная иллюстрация вредна. И знаете, кто это сказал? Это сказал польский депутат Европарламента, бывший польский премьер-министр, который прошел всю вот эту историю сплошной иллюстрации в Польше. И вот он вышел на трибуну в этом году, в июне, и сказал, обращаясь к нам, к участникам делегации в большей конференции в Брюсселе, он сказал, мы прошли это, и мы пришли к однозначной... Сплошная иллюстрация. Владитр врагов ничего не дает, раскалывает общество и мешает ему двигаться вперед. Выборочная, да. Я все время предлагал публичную перетестацию, номенклатуру, да, она должна быть. А вот эта вот ненависть по профессии, по происхождению, по гражданству, по национальности, это все относится к разряду каких-то, ну, я бы сказал, таких человек-ненавидческих доктрин. А как строить страну без тюрем? А как строить страну без полиции? А как строить страну без контрразведки? А как строить страну без разведки? Ну, тогда, пожалуйста, в утопию. Дайте им остров, и вот пусть вот он называется этот остров утопии, мы уже знаем, практика была такая, построить утопию, стройте утопию. Ни тюрем, ни контрразведки, ни полиции, ни следствия, никого. Стройте. Понимаете, у нас много людей, которые на эмоциях живут. А понимание, как строить страну, как строить систему власти, как избежать тех системных изъянов, которые привели к появлению Путина, а до Путина привели к появлению там всяких Сталин, Сталина, Ленина, и так далее. А вот это никто не знает. Да и не хоть задуматься. Да и что там? Мы всех там перевешиваем, всех этих самых, а потом построим до основания. Затем, знаете, большевистский подход. Вот большевистский подход вот везде я вижу. Я увижу его стремление к вождизму. Я вот вижу в оппозиции. Я увижу в либерарной интеллигенции. Я увижу даже у многих очень серьезных, уважаемых людей, которые, ну, скажем, лидеры общественного мнения. Он большевизм и обожание вождя, вот как бы какие-то, знаете, как будто какой-то печать неизгладимые. И вот когда мы сейчас говорим о том, что строить после Путина, у меня такое впечатление, что многие готовы после Путина построить хорошего Путина. Вот попытка заменить плохого Путина на хорошего Путина, она приведет к еще большей трагедии, к полному уничтожению России. Тут же даже не стоит сомневаться. Может быть, сейчас и есть какой-то у нас последний шанс сделал страну Россию приличной страной. Может быть, он и есть последний шанс, потому что предпоследний был упущен в 90-е годы, когда все кино зарабатывают деньги и думали, что базис сформирует надстройку правильную. Знаете, как Маркс писал, что экономика определяет политику, а не наоборот. Вот сейчас частная собственность на деньги, на средства производства, на землю, и все это приведет к формированию правильной политической настройки. Такова была ключевая ошибка 90-х годов и все те, кто тогда был при власти, при деньгах и при влиянии. Они этого не поняли. Они сейчас и в частных, и не в частных беседах об этом говорят, что мы не думали, что нужно создавать политические институты, которые бы исключили возврат к прошлому. Вот все те люди, которые там этими возможностями тогда обладали, они сейчас рвут на себе волосы, что они тогда это не сделали. Вот сейчас я всех предупреждаю, последний может быть шанс еще гипотетический, гипотетический что-то сделал со страной. Но если мы вместо хорошего, плохого Путина поставим хорошего Путина, или не важно, как он будет, по фамилии, я первый, никто не вернется странно. Нечего делать, уже все, она будет уже обречена полностью на уничтожение. Ну, как страна. Понятно, что там развались какие-то осколки, какие-то клочки при хорошем Путине, новом хорошем Путине. Но это будет позже, ставить на эту страну и возвращаться, что-то делать, там никакого смысла не будет. Либо мы строим новую власть коллективную, либо мы отказываемся от своего генетического врожденного вождизма, большевизма. У нас же каждый второй, так сказать, готов там размежевываться. Для того, чтобы объединиться, нужно сначала размежеваться. А помните, ты с Владимиром Чарлининым? Ну, вы его не помните, а я-то его еще читал в подлинниках. Вот. И много чего читал. И вообще из теоретиков и практиков марксистов и генетинизма. Поэтому вот это вот размежеваться и со всеми разругаться, разжопиться, уж извините, для того, чтобы потом объединяться, что это невозможно. Вот эта монополизация, так сказать, и идеологии, и доктрина, это все приведет к полному уничтожению России как государства. Не факт, что она и часто сохранится после Путина, но у нас, может быть, будет последний шанс. Вот нужно понимать, как строить новую систему отношений, новую систему власти. Если не создадим политических институтов, успешно работающих в значительной части мира, обеспечив прогресс человечества, нам крышка. То есть мы прожили жизнь зря. Ну, по крайней мере, наше поколение. Вот так я бы сказал вам. Ну, а вот эти диванные критики, да пусть пишут, что хотят. Пусть пишут, что хотят. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что вы сегодня нашли время поговорить с нами. Спасибо и до следующего раза. Всего доброго. Игорь Гудков был на прямой связи с Грэмом. Спасибо.